Дом Грузчика Даже в стандартном чертеже есть гармония и композиция. Это мой дипломный проект. Их я брал на заводе в Чусском металлургическом и затем делал модернизацию машины закрытия чугунной лёдки в доме на печи. Чертежи я на них нанёс свою графику, которая издалека, если посмотреть, можно не заметить вот этих чертежей. А на самом деле вся вот эта геометрия абстрактной графики беспредметной, она притянута к чертежам. Алексей по профессии инженер металлургического оборудования. Он превратил этот опыт в художественный объект под названием поверхностное натяжение. Здесь можно посмотреть ещё две инсталляции. Титрахорт Александра Агафонова, который трансформирует фотографии в звук и обратно. И работу украинского художника Константина Оленинского «Кирпичная почта». В ближайших планах этой лаборатории организовать экскурсии по трём точкам в рамках нового выставочного проекта «Миграция искусства». Сначала от выставки в доме грузчика к инсталляции в пространстве диджитал-порта на берегу Камы. Здесь построена инсталляция «Массив». Это такая частичка виртуального, в реальном. Вообще она создана по подобию листа мебиуса, то есть такой бесконечной поверхности. Третьей точкой миграции искусства станет граффити. Оно появится на одном из домов по улице Крисанова. Вместе три точки образуют треугольник на карте города. О начале экскурсии объявят дополнительно. Сегодня особенный день в Государственной художественной галерее. Зрители ждут на мастер-классы, лекции и экскурсии в рамках выставки. «Фарфоровый путь из древности в будущее» в половине седьмого расскажут о влиянии китайского искусства на европейскую культуру. В половине восьмого будут учить традиционной китайской живописи и каллиграфии. Напомним, здесь можно увидеть 80 разнообразных фарфоровых изделий. Ваз, подносов, стаканов, декоративных блюд, привезенных из музея провинции Цзэнси. Выставка открыта до конца сентября. Очень важно не только качество самого фарфора, но и самой формы, соотношение формы, декора. Выставка позиционируется как шедевр современного китайского искусства. На первом этаже художественной галереи сейчас показывает своевременное искусство. Выставку приуроченную к 70-летию известного российского скульптора-монументалиста Леонида Баранова. Это больше 20 его скульптурных композиций. Есть много разных направлений, связанных с скульптурой, живописью. Пушкин с Натальей Николаевной Кончаровой, Екатерина II была. И много-много других персонажей, которые исторически интересны скульпторам. Своевременное искусство – это более 130 работ 37 российских художников, близких Леониду Баранову по духу и творческим устремлениям. Чем особенно интересно это собрание, расскажут сегодня в половине седьмого вечера. Галерея приглашает зрителей на бесплатную экскурсию по этой выставке. Обратите внимание, сегодня художественная галерея работает дольше, чем обычно – до девяти вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова